Продолжение следует... Приводите аргументы, вы приводите факты, но вы не надаете вопросу, какой запрос лично у вас, чего вы хотите. И как мне представляется, исходя из текста, что это и есть самая большая проблема. Что вы элементарно не доверяете себе. У вас нет привычки, нет ресурсов для того, чтобы прислушиваться к себе. И вы не знаете, чего хотите, скорее всего, именно отсюда все проблемы. Ну, например, вы были девушкой легкого поведения. Ну, вы были девушкой легкого поведения. Ну и что дальше? Ненавидеть себя за это. Обвинять себя. Корить. Гнобить. Считать, что вы не человек. А скажите, пожалуйста, что заставило вас работать в этой профессии? Что вам, медведь, когда вы занимались этим? Желание получить доход, например, или что-то еще. Понимаете? Нужно, чтобы вы увидели этот момент. Чтобы вы вспомнили, для чего вы это делали. Со мной надо принять самой свое простое. Перестать винить себя за него. Перестать стыдиться его. Перестать отвергать часть своей жизни. Какой бы она ни была. И более полно отдавать себя все в том, что вами видит и почему. Вот вы говорите, на зиме я встретила хорошего парня, которому меня тянуло. Это здорово. И надо сказать, что чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, какая бы у вас ни была профессия, все равно на то, чтобы быть счастливой, у вас право было, есть и будет. Вы говорите, мы начали встречаться, и я, к сожалению, я не перестал общаться с теми кавалерами. Ну, вот это вот, конечно, такой момент, довольно важный. Вы говорите, что не перестали общаться с кавалерами. Вопрос. А должны были? Ну, вот, а если мужчина считает, что вы должны были перестать общаться с кавалерами, то это что значит? Наверное, наверное, наверное. Это значит, что вы должны стать его женой, по идее. Правильно, нет? Как вы считаете? Если мужчина запрещает вам общаться с кавалерами, да так, что разбиваясь в телефон, об этом мы еще поговорим, то, наверное, наверное, он считает вас своей. Ну, если он считает вас своей, то, простите, нужно брать вас с жены тогда. А то он вас и с жены не берет, и стабильности вам никакой не дает, получается. Берет он хочет от вас кристальной честности. Согласитесь? Странно. Довольно странное поведение. Ну, а вас, именно в этом аспекте, вам нужно следить, подумать, почему вы не перестали общаться с кавалерами. Для чего вы это делали? Опять же, без обвиняющего какого-то элемента в данных мыслях, понимаете? Без обвинений каких-то, потому что обвинения здесь, они ни к чему не приведут, к хорошему. Если вы что-то делали, значит, у вас были на это основания. У вас были основания что-то делать. У вас были основания так поступать. Например. Например. Ну, и, соответственно, соответственно, вопрос. Тогда. Если у вас были основания, так поступать. То, что вам и двигало. Понимаете? Вот. Это, значит, такой момент. Далее. Вы говорите, что мой парень это увидел, что расстроился раздевленный телефон. То есть, что произошло? Парнем. Парнем произошло проявление агрессии. И вот я, собственно, и хотел бы, чтобы вы подумали, как следует. Почему у парня случилась агрессия? Ну, чем это продиктовано? Чем это вызвано? Да? И так далее. То есть, это ведь довольно странно. Я надеюсь, вы понимаете. Довольно странно, что человек разбивает ваш телефон. Понимаете? Это довольно странно. Опять же, странно. Почему? Потому что то, как он это воспринял, это явно, ну, в некоторой степени, перебор. Это перебор. Потому что, да, как бы ему было неприятно, как бы ему было тяжело и так далее, но это нельзя воспринимать так. И нельзя разбивать чужой телефон. Это ненормально. Поэтому здесь тоже нужно ответить на вопрос. На вопрос о том, почему мужчина так поступил. С чем это связано, как он вам это объяснил, чем вызваны его реакции и так далее. Вообще, складывается ощущение, что он вас как будто бы не принял. Поэтому он думал, что, он думал, что, знаете, вот, вы, вот вы сейчас возьмете и сразу полностью от своего прошлого избавит. Совсем. Ну, это, мягко говоря, наивно. Так думать. Если он так думает, то, значит, либо парень недогновидный, либо достаточно авторитарный. Вот. Деньги за телефон вернул вам, как вы пишете. Это вообще, в некоторой степени, странно довольно. Там, если люди встречаются, и он разбил телефон, то, как бы, ему не деньги, вот, расчетно, а просто новый телефон вам купить, например. То есть, не очень понятно здесь. На самом деле. Почему, почему, почему он вернул вам деньги? Какой вообще характер ваших, ваших отношений? Как он, у вас они развиваются? По моему страсту, ну, согласитесь? Странно. Немного. Далее. Значит, я, мы поговорили, он разбил. Он разбил. А вы? То, что он вам телефон разбил, это что? Не считается? Что-то он вам, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ чтобы этот момент вы как-то постарались прояснить для себя. Так, получается, что он, он вас простил, а вы его, а вы его, непонятно. Простили вы его, не простили вы его. Как-то, как-то вот это, ну, странно, странно, странное, странное у вас отношение. Далее, вы пишете, что я завязал в той жизни, деньги в телефон вернул, все мои социальные сети проверяют до сих пор, не доверяют. Ну, вот смотрите, если человек вам не доверяет, не доверяет, не доверяет, то, на мой взгляд, вопрос такого плана можно и нужно задать. Если человек вам не доверяет, простил ли он вас, во-первых? Простил ли он вас? Ну, во-первых, наверное, нет. Не простил, скорее всего. Потому что, если бы простил, то, ну, доверял, опять же. Вот. Это первое. Второе. Кто-то проверяет социальный взгляд и говорит о его неуверенности в себе. Как бы там ни было. Как бы там ни было. Это неуверенность в себе. И если он в себе не уверен, то это, по большому счету, это его проблема. Это не ваша проблема, а его. И какой бы прошлый у вас не было бы, оно ваше. Это ваше проще. Я уже об этом говорил. Это ваше проще. И вы его изменить не сможете. Поэтому лучше будет, если вы, принимая его, как бы не оставите выбора человеку в том, чтобы он принимал вас. Дальше. Значит, эээ, так. Предложил к нему нехорошо относиться. Обсуждаю с подругой. Она советовала расстаться с ним. Так, ну вот здесь, эээ, тоже не совсем понятно, почему вы не совсем хорошо к нему относились. И если вы относились к нему нехорошо, то зачем тогда ээээ... вы не были? Как...эээ... как то, что он... эээ... вот как то, что он... вы к нему относились не совсем хорошо, что как это заобносится у вас с тем, что вас, например, к нему тянет и так далее. Но это вот непонятно, точно непонятно это как-то вот у вас. Зачем обсуждали подругой его? Для чего обсуждали подругу? С какой целью обсуждали подругу? То есть, чего хотели этим добиться? Почему с ним не обсуждали? Почему обсуждали с подругой? Вот момент такой, главный. И самое главное, если вас что-то заставляло относиться к нему нехорошо, то эта проблема, вы эту проблему такое впечатление игнорируете или игнорируете или игнорировали. Вот. Понимаете? И опять же, вопрос, почему? Как вы отношения видите с ним, ну или видели с ним? Далее. Так. Она советовала Рацата, с ним как вы к этому относились? Так. Поддерживали вы ее или считали, что, ну или считали, что она не права и что расставаться не нужно все-таки. Какой у вас был выбор? Далее. Обсуждали под нами флифтовало. Опять же. Почему вы это делали? Сейчас очень сожалею. Почему? Знаете, вы сперва делаете то, что вам хочется, и это нормально. Нормально делать то, что хочется. Ну, потому что по-другому не бывает. Вот. Вы сперва делаете то, что вам хочется, а потом, потом, вы об этом сожалеете. Но если вы хотите чего-то, если вы хотите делать что-то, то это нужно делать, потому что вам этого хочется. Если вы чего-то не хотите, то делать этого не нужно. И все. Если вы делаете то, что вам хочется, но при этом вы потом, потом же себя за это корите, то опять же вы не принимаете себя такой, какая вы есть. И вопрос меняет только в том, почему. Я полагаю, что этот вопрос, он из той же Сирии, из той же оперы, что и вопрос о том, почему вы занимались вот, собственно, той профессией, какой занимались. Я так подозреваю. И здесь, вероятно, вопрос детства. Здесь, вероятно, вопрос детских родительских отношений. Ну и так далее. То есть, по-разному здесь ситуация, конечно, может. будет складываться по-разному. Но мне думается, что ключевой момент, он именно в этом. Ну вот, как мне это видится. Конечно. Вот. Дальше. Так. Значит, мы стали больше ругаться. Опять же, кто мы? Кто мы? Больше ругаться стали. Не мы. Не мы стали больше ругаться. Вы ругаться. Вы ругались с ним. Зачем там? Понимаете? Вы ругались с ним для чего-то. Вас заставляло что-то ругаться с ним. Понимаете, в чем дело? Вот в этом и заключается проблема основная. Что и почему заставляло вас с ним ругаться. Я прямо хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Что нас заставляло с ним ругаться. Что его заставляло с нами ругаться. А то просто вот мы стали больше ругаться. Кто мы? Кто мы? Почему стали? Непонятно. Главное, что ответственности никакой нет. Понимаете? Нет ответственности. То есть мы ругаемся от чего? Ответственности нет. Если мы ругаемся? Если слово мы – это плохо. Что? Это плохо, что нет ответственности. Потому что ответственность она в любом случае ваша Вы ее несете за себя В первую очередь за себя Вот именно в первую очередь вы несете ответственность за себя И потом уже вы несете ее за других А у вас получается, что вы несете ответственность только за одного человека и за его переживания А за себя ответственность никакой я у вас не увидел Мы стали больше ругаться, каждую сторону она обвиняет меня Она напоминает о прошлой жизни Значит, почти каждый штор собирает мои вещи всем адам Ну, либо этот человек манипулятор, либо он не уверен в себе, либо он не смог вас простить И вам с ней быть вообще не стоит Потому что никакой стабильности мужчина вам не дает Никакой уверенности в себе Мужчина вам не дает так же И зачем вам тогда с ней быть? Вообще, для чего вы с ней? Вообще, для чего вы с ней? Зачем вы с ней? На мой взгляд, это Один из самых важных Вопрос Вопрос Вообще Для вас Вы его не любите Как Вы говорите Вас к нему только тянет Он 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 О любви Тоже не говорит Он говорит Он Вообще Непонятно Как он к вам относится Так Зачем это? Женой Своей Вас Он Он не делает Так Так И вот вопрос Тогда Зачем Вы с ней? Понимаете? Согласитесь Такой Довольно важный вопрос Далее Ответ Да И То, что Он Собирает ваши вещи Каждый раз Это же Унижение То есть Он вас унижает Таким образом Далее Он вас ударил Ну Это Вообще Проявление Агрессии К вам И так далее Только Человек С Заниженной Самоценки Будет подобной терпеть Неизвини Но Согласен Что Сама Довела Свои Поведения Ну То есть Здесь Человек Надо Того, чтобы говорить о своих чувствах Вас Убьет Это Признак Садизма Садисты Обладают низким эмоциональным интеллектом Потому что Им Сложно говорить о своих чувствах Ну А вы Понятно Мазохист Потому что Вам Видимо Нравится Когда Вот Ну Когда Вот так Вот Обносится Вам То есть Не то, чтобы Прямо нравится Но Вы Как бы Допускаете Вы допускаете Этот момент Понимаете Вы Его Допускаете А это Очень плохо Плохо, что Вы это Допускаете И Поэтому Как бы Отсюда Я Вам И говорю Что Ваш парень Он В некоторых степени Отражение Вас Потому что Как Как Вот Вы В себе Относитесь Так И Он Относится К Вам И Это Не Есть Хорошо Вот Он Вас Удалит Он Вас Удалит А Вы Как Как К этому Относится К Удалит Ну Наверное Плохо Понятно Что Плохо Мы Взяли с него Слово Что Он Вас Больше Не Удалит Вы Серьезно И Действительно Верите Ему Что Он Вас Больше Не Удалит Вот Положай Руку На сердце Вы Действительно Верите В то Что Он Вас Больше Не Удалит Я Думаю Нет Я Думаю Вы Знаете Что Он Вас Удалит Ещё И Скорее Сего Вы К Этому Готовы К Тому Что Он Вас Может Удалит Ещё Вы К этому Готовы Потому что Вы От него Не уходите Несмотря на то Что Клятвы Это Не помогает Клятвы Это Пустое Ну а Далее Вы начинаете Себя Принижать Вы Говорите Я Ни с кем Не общаюсь Уже Не имею своего мнения Пропались Интересы Вот Как И что Заставляет Вас Так вот Себя вести Понимаете ли Вы Что Таким Поведением Вы Вы Только Усугубляете Неуважение Своего Своего Мужчина Мужчина К Вам Понимаете ли Вы Что Таким образом Мужчина Вас Больше Уважать Не станет Вот Что Меня Все Понимаете Понимаете ли Вы Это Этот Момент Отдаете ли Вы Себе Отсчет В нем И Что Вам Медведи Когда Вы Наступаете Себе На горло Да И Там Перестаете Продвигать Свои Какие-то Цели Да Свои Желания Свои Потребности И Так Дальше Чем Мужчина Вас Чем Мужчина Вас Чем Мужчина Будет Привлечен Вам Вот Подумайте Чем Если Вы Его Ничем Не привлекаете В ответ Своего Я За что Мужчина Должен Вас Ценить Просто За то Что Вы Рядом Надо Что Вы Рядом Но Это Немного Не то Вот Поэтому Он Так Себя И ведет С вами Далее Значит Да Он Запретил Заниматься Хобби Наряживания Немного 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 А Страдаете Вы Из-за этих Поступков У него Комплекс Он стал Ревнивым И это Его Проблема Он Боится Один Он Хочет Чтобы Я Ему Все Объяснил И О Всех Своих Поступков Берут Психи Когда Нужно Об этом Наговаривать Ну То есть Вам Это Травмируют То есть У вас Конфликт Вам Тяжело Это Вспоминать Но Почему Тогда С Кавалерами Общали Мне Трудно Обсудить Почему Этому Не надо Абсолютно Сейчас Не знаю Если У нас Будущего Нет Боюсь Ударить Меня Да Ударит Или Если Я Буду Опаздывать Плохо Работать Это Как-то По детски Очень То есть Вы Чего боитесь Так как Квартиру Оплашивает Он И Ну Да Это Нестабильность Вы Можете Поговорить С ним О Том Как Он Вообще Видит Ваши отношения В дальнейшем Потому Что Ну Действительно Как они Сейчас Есть Они Тянут Вас Вниз Это Правда Они Действительно Тянут Вас Вниз Как Это И Сейчас Но Но Момент Здесь Такой Что Вам Нужно Вам Нужно Самой Понять Чего Он Хочет Вообще Мужчина Чего хочет Сам И И Сходя из этого Уже Устраивайтесь Свою Модель Поведи Ну Отдельно Пожалуй В целом хочется сказать, что вам нужно разобраться с собой самостоятельно, то есть вам нужно самой понять, с чего вы хотите, у вас противоречия на противоречия просто наблюдаются, а этого не должно быть, знаете, не должно быть противоречия. Потому что, если есть противоречия, то как вы можете быть партнером в отношениях, если противоречия есть у вас именно. Вот, поэтому я думаю, что вот для начала вам нужно сперва разобраться с собой, принять в себя, значит, выработать какое-то отношение к тому, что в зале произошло, да, почему вот так случилось и так далее. С чем это связано было, вот то, что вы оказались там, где оказались, да, и так далее. И вот потом уже, потом уже, потом уже, вы и сможете как раз для себя что-то решить. Ну и объективно, конечно же, если отношения сейчас сядут вниз, то они вам не нужны, это совершенно понятно. То здесь, опять же, необходимо обговорить то, что вами движет, что вами движет, когда вы в этих, ну, когда вы в отношениях с ним. Ради чего вы в отношениях с ним, зачем вы в отношениях с ним, чего вы хотите, потому что, о любви, ни он, ни вы, как бы, ну, не говорите. С вообще, и я думаю, что, ну, если вы не говорите о любви, вот, то, какова природа в ваших отношениях тогда вообще? Вот, по-моему, для этого, то есть, сперва, самооценка, принятие себя, обязательно наличие, наличие у вас хобби, обязательно. Дальше разговор серьезный с мужчиной и ваша позиция. Чем чуть-чуть будет сформирована ваша позиция, тем более определенными будут ваши отношения. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.